Здравствуйте, друзья! В Одессе 23 июля. Сегодня ночью, 2 в 4 ночи, были тревоги. Утром были тревоги, попадания. Две ракеты попало, две сбило, но взрывов было очень много. Многие даже успели над пляжем сегодня заснять бой в небе. Ну, в общем, попало в порт. Это почти центр города. Это зернохранилище. То самое зерно, которое вот днями должно было быть уже вывезено. Вот такие дела. А в Одессе продолжается жизнь. Видео снято 22 июля вечером. Чтобы не говорили, что это какое-то позапрошлогоднее видео. Если я выставляю позапрошлогоднее, а такие я даже не выставляю. Но я могу выставить июль прошлого года. То я обязательно пишу. Это июль прошлого года. А это вчерашний вечер. Другой популярный вопрос. А почему так много мужчин? Почему их не призвали? Почему они не в армии? Одесса сегодня это центр, где много беженцев. Кому-то еще нет 18 лет. Кому-то после 60 лет. Кто-то преподаватель. Кто-то чем-то болеет. Преподаватели и вузов, и техников, и школ освобождены. У кого-то дефицитная профессия, айтишник. Кто-то поступил в институт. Кто-то поступает. Кто-то учится. Да трудно определить. Подойти к какому-нибудь мужчине и сказать. А почему вы не на фронте? В военкомату виднее. Никто не прячется. А ранения свои никто не выставляют на какую-то витрину. Поэтому будем спокойны. Это такой центр жизни сейчас. Так же, как и в Западной Украине. Люди пытаются работать, отдыхать. Кто-то восстанавливается. Кто-то просто набирается сил. Все в стрессе. По количеству и качеству. И сути комментариев можно понять, насколько все мы полны агрессии. Именно с этим сейчас и надо бороться. Мы должны брать под контроль свои эмоции. Мы не знаем, что будет завтра. Жить в городе, которым стреляют. И не знаешь, будет ли это по области. Будет ли это по центру города. Или как сегодня по порту. Невозможно. И Одессу не остановить. Ну, можно, конечно, какими-то глобальными бомбардировками всех и все вывести из строя. Но пока люди живы, они дышат. Они слушают музыку. Они пританцовывают. А ночью прячутся в бомбоубежище. Надо понимать реалии жизни. Не должно быть никаких злопыхательств. Все мы сейчас страдаем. У каждого свои страдания. Будем эмпатичны. Будем сочувствовать тем, кто на передовой. И тем, кто ждет повестку. Вот такая у нас красивая жизнь. Жаркое лето. Жаркий июль. В прямом и в переносном смысле. А люди приезжают. Потому что в Лонжероне бесплатная стоянка. Потому что все хотят увидеть море. Успокоиться. Подышать этим удивительным морским одесским воздухом. Заразиться атмосферой мира. Прошу прощения. После сегодняшней ночи и таких новостей я охрипла. Опять же бережем нервы. И встретимся.